Российские производители снегоходов сейчас конкурируют в основном между собой. Зарубежные аналоги и раньше стоили иногда даже в разы дороже. А теперь и российский снегоход научился быть экономичным и экологичным, благодаря электрическому двигателю. Самую популярную продукцию нашего завода? Наша компания производит мототехнику, включает всегда снегоходы и водоросли. Кто ваши покупатели, так называемые? Покупатели вашей конкурсии? Простые граждане, можно их разбить, допустим, на модели. Это SF200, это прогулка, это катание, это бизнес. То есть, это машины активные, прокатчики не будут брать технику, которая ненадежна, которая нужна. Часто обслуживать, ремонтировать. И другая, это модель, ну, не одна, у нас с СК500, СК400. Это больше, ее используют и промышлевики. Это охотники, рыболовы. Она способна привозить больше груза. А в чем преимущество вашей техники, ваших снегоходов, ну, вот перед конкурентами? Поскольку она производится в России, соответственно, все запчасти мы делаем здесь, да, за исключением двигателя. Соответственно, комплектующие всегда в наличии. Она имеет паспорт самоходной машины, ее можно поставить на учет. Смотрю, у вас здесь производство кипит. На сколько процентов это, вот, ваша продукция, состоит из отечественных комплектующих компонентов? Если в деньгах, посмотрите, то процентов 60. Если взять по запчастям, то процентов на 80. То есть, двигатель, все-таки, цена его велика, он перевешивает. Двигатель, а куда? Китай. А для этого сейчас? Для этого очень активно работает метром торт, распредсмасс, бакуинг. Покументально свой двигатель разрабатывает. Мы завозим листовой металл, трубы. Металл, ну, соответственно, даже. Смысл есть в моем двигатель делать? Есть смысл в том, что это будет гарантировано всегда у нас. Бизнес есть бизнес, да? Сейчас Китай почувствовал зависимость, что Россия зависит от него в этом плане. И, соответственно, цену можно поднимать хоть. Металл, ну, да. Металл, ну, да.